Добрый вечер, в Украине 20.00, в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Миссия выполнена, глава Нацбанка подала в отставку. Как на эту новость отреагирует гривня? Контрол-Ц, контрол-В, как Арсений Яценюк писал свою диссертацию. Мирное побоище. Чем закончился протест активистов у стен Министерства внутренних дел? В Египте после взрывов двух копских церквей введено чрезвычайное положение. Кто сейчас в зоне риска террористических атак? Она решилась на отставку. После трех лет, проведенных в кресле главы Нацбанка, Валерия Гонтарева покидает свой пост. Заявление написано, направлено на подпись президенту. Гонтарев говорит о выполненной миссии. Ее оппоненты опровали реформу. На главный вопрос, как отреагирует гривня. Разбирались мои коллеги. Кресло главы Нацбанка Валерия Гонтарева заняла 19 июня 2014 года. Одной из своих заслуг она считает зачистку украинской банковской системы, называя этот процесс стабилизацией. Еще в начале 2014 года в Украине было 180 банков. Сейчас 92. Остальные признаны неплатежеспособными. В итоге украинская банковская система, так сказать, очистилась от таких монстров, как Платинум, Фидобанк, Крещатик и Дельтабанк. Этот список мог пополнить и Приват, однако в последний момент был национализирован и декапитализирован за счет государства. Кроме кризовых явлений в экономике Украины, до этого произвела невыраженная кредитная политика Приватбанка. Понад 97% корпоративного портфеля, который становил 150 миллиардов гривен на 1 квитня 2015 года, это были кредиты, связанные с акционерами и компаниями. Закрытие банков сопровождалось протестами вкладчиков и падением доверия к национальной банковской системе. Клиенты требовали уволить Гонтареву с должности главы НБУ. За последний месяц отставку Гонтаревой неоднократно обсуждали в СМИ, хотя сама она настаивала, никуда уходить не намерена. А сегодня на пресс-конференции наконец сообщила об отставке и таким образом подтвердила слухи. Я приняла решение залишить эту посаду и залишить Центральный банк. Я подала президенту Украины официальную заявку про отставку за собственным желанием с 10 травня этого года. Своё руководство главным финрегулятором страны Гонтарева провальным не считает. Напротив, уверена, помогла стабилизировать экономику. Забеспечена макрофинансовая стабильность. Мы очистили банковскую систему от неплатоспроможных банков и посилили ее стойкость на будущее. Банки здоровы, прозори и уже готовы восстановить кредитование. Мы совершили полную трансформацию НБУ, перебудовали все процессы и перетворили наш НБУ в мощную, модерную институцию. Я считаю, что моя миссия полностью выполнена. Реформы сделаны. Мнение экспертов по вопросу, что будет с курсом гривны в Украине из-за отставки Гонтаревой, разделились. Одни утверждают, что отставка позитивно скажется на курсе. Другие же полагают, что эта новость абсолютно никак не повлияет на колебания валют. Пока же гривна на новости из НБУ никак не отреагировала. Изменится ли курс, узнаем завтра. Тем временем экономисты и политики гадают, кто займет высокое кресло. Наталья Савченко, Диана Клочко, Василий Миновщиков. Подробности телеканал Интер. Отставку главы НБУ обсуждали сегодня в парламенте. Традиционно кадровые вопросы интересуют народных избранников больше, чем повестка дня. Кого кроме Гонтаревой вспоминали сегодня на согласительном совете? Давайте узнаем от Екатерины Лысенко. Новости об отставке Гонтаревой всю прошлую неделю охотно комментировали в Раде. И сегодня главы фракций не упускают шанс сказать свое словечко в адрес главы НБУ. Кто может занять кресло уходящей? В коалиции не говорят, мол, все в руках президента. Это его право вносить кандидатуру. А вот о деятельности пока еще главного регулятора в том же большинстве отзываются более чем лестно. Часто говорят, что нет пророка в своем отечестве. Поэтому я хочу сказать, что для меня лучшая ответственность того, насколько успешной или не успешной была деятельность пани Гонтаревой, это то, что любой из иноземных фаховцев, которые занимаются финансовыми вещами по всему миру, они сказали, что то, что сделал НБУ в сотрудничестве с другими главами в Украине, это было невероятно. В Конституции Украины предотвращается исключительно право президента подавать кандидатуру на посаду главы Национального банка Украины. Когда соответствующие поддания будут внесены, готовы расследовать на фракции. Есть разные думки наших депутатов фракций также, но уверены, что работа по очищению банковской финансовой системы Украины была сделана колоссально. Можны были ошибки. Сегодня на фракции будем поговорить. А вот фракции бывшей коалиции слов для критики не выбирают. Одни требуют отчета, другие – следствия. Наша партія не будет голосовать за наступную кандидатуру от Порошенко на голову Национального банка, якою бы кандидатура ця не была. Потребно спочатку расследовать деятельность Гонтаревой, как работал Национальный банк без звиту. Знает каждый украинец, знает каждый, кто работал в банковской системе, знают те, чьи банки сруйнованы. По сути, ей звиту не нужно. А что точно нужно, это нужна темчасовая следственная комиссия про то, что делала Гонтарева. Керевник НБУ уже несколько недель после интригурует украинское общество и медиа своей выставкой. А я не буду втомлюваться несколько недель после на это ответить запрошением НАБУ открыть проведение против, або исследования всех руководителей Национального банка Украины протягом последних 10-15 лет. Только потому, чтобы исследовать, чьи выникли схемы, схемы рефинансирования банков. Кроме Гонтарева, депутатов ждет отчет главы НКР Дмитрия Вовка. Его на ковер зовут в среду и обещают жаркую дискуссию. А пока дискутируют в комитетах. Но уже по другому поводу там слушают министров. На этой неделе истекает годовой иммунитет Кабмина Гройсмана. Когда будет сделана такая по комитетам комплексная оценка, после того, что парламент выяснится, что делать с урядом. В коалиции нет голосов и нет потребности менять уряд. Мы считаем, что уряд Гройсмана справился. Пока в блоке Порошенко не анонсируют отчет Кабмина в Раде как таковой. Но в парламентских стенах политические решения могут за час измениться. Чего не скажешь о законах. Их принимают, как правило, со скрипом. Сегодня вот опять заговорили об эффективности работы депутатов. Мы на самом деле встречаем не пів години. Мы реально встречаем годину десять. Потому что в 12.30 нас не встречают голоси даже за скороченную процедуру. И тому, коллеги, нам необходимо правильно организовать работу. Я сего тижня смогу доставить эту пропозицию, чтобы мы скасовали порядок. На прошлой неделе нардепам несколько раз предлагали отменить перерыв. Но все попытки оказались четными. Что же касается повестки дня, то у депутатов целые блоки вопросов. И о правовой политике с законом о конституционном суде, и аграрные, и законопроекты, касающиеся молодежной и социальной политики. Большинство вопросов опять перекочевались в прошлой неделе. Тогда до них попросту не успели дойти. Если мы не успеем принять социально значимые законы следующего тижня, а для нас принципово, чтобы были приняты законы, которые касаются поддержки переселенцев, то работу парламента должна продолжить. Кроме того, мы считаем, что парламент засекретил наявность коалиции, и не принимаем заходов для того, чтобы была отработана программа выхода краины с политичной, экономичной и социальной критикой. Мы наполягаем на том, чтобы программа такая была отработана. Единственное, что может простимулировать работу депутатов, так это то, что в апреле осталась только одна рабочая неделя. Хотя в случае с нашим парламентом это может еще больше расслабить избранников. И еще один хлопок дверью Игорь Белоус, глава фонда госимущества, тоже подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке. Объяснил, что чувствует необходимость двигаться дальше и намерен заняться привлечением в Украину инвестиций. Белоус поблагодарил свою команду, высоко оценил собственную работу. По словам пока еще главы фонда, ему удалось воплотить в жизнь международные стандарты приватизации. Напомню, Игорь Белоус, бывший инвестбанкир, был назначен в марте 2014 года главой фискальной службы, а уже через год он возглавил фонд госимущества. В марте этого года, недовольный его работой, Владимир Гройсман предложил руководителю фонда написать заявление об увольнении. Вперед и только вперед, Украина уверенно лидирует по уровню коррупции среди стран с развивающимися рынками. Это результат исследования аудиторской компании Ernst & Young. По их данным, почти 90% украинцев считают, что коррупция в стране, цитирую, очень распространена. Опрос проводился не только в Европе, но и в Азии, и в Африке. К слову, в этом же рейтинге два года назад наша страна была седьмой. Три человека пострадали в Харькове во время акции по блокированию Сбербанка. Радикалы сначала замуровали банковское отделение, в котором находились люди, а затем забросали булыжниками полицейских и нацгвардейцев. Все подробности в материале. В Киеве у стен Сбербанка радикалы утром установили палатки. Собравшиеся объявили. Их цель – окончательно заблокировать работу российских банков в Украине. Друзья, вот же настал тот час, когда мы голосовали за здравоохранение. Как нормальные люди открыли свои забороны и сказали, где вы? Мы сказали, что в 10 квитня. В Харькове действовали еще более радикально. В 7 утра заложили входные двери в Сбербанк кирпичами. То, что внутри были сотрудники и посетители. Около 20 человек протестующих не смутило. Русбанк овер. И российским оккупантам. Стеклянный фасад банка разукрасили краской. У входа поставили бочку, разбили палатку и демонстративно уселись дежурить. С комфортом на кожаных пуфах. Свою акцию объявили бессрочной. Мы проводим бессрочную акцию. Под названием Русбанк овер. Что это значит? Мы говорим о том, что это банк, который принадлежит России. И ряд других банков, которые принадлежат России. Это элемент гибридной войны. То есть он влияет на экономику Украины. И в принципе это недопустимо. Это, так сказать, жалкое зрелище. И если весь мир пытается и говорит о каких-то санкциях, то на Украине это все не действует почему-то. Сотрудники банка вызвали полицию. Но когда радикалы попытались попрепятствовать силовикам, тем пришлось применить спецсредства. Теперь нападавшие заявляют о нескольких пострадавших. Полиции сообщили, госпитализирован один из бойцов нацгвардии. Ему прямо в лицо брызнули слезоточимым газом. В больнице у пострадавшего диагностировали серьезные травмы, химический ожог, роговицы глаз и ожоги лица. В ответ на призывы и обращения, что прекратительные действия, нецензурная брань, угрозы, провоцирование акций, плод нарушение разрешенной дистанции и все остальное. Были нанесены поражения спецсредством, зазового баллончика было залито лицо. Ближе к вечеру радикалы снова предприняли попытку прорваться к банку. Разбирали брусчатку и швыряли камнями полицейских и нацгвардейцев. Силовикам удалось отбить штурм. Александр Яновский, Светлана Шекера. Подробности телеканал Интер. Автор этого материала Светлана Шекера прямо сейчас с нами на связи из Харькова. Светлана, добрый вечер. Расскажи, как развивалась эта ситуация в течение дня и что к вечеру? Были ли еще столкновения? Добрый вечер, Наташа. Сейчас возле банка уже все тихо. После того, как около шести вечера одного из пострадавших увезла скорая, ситуация успокоилась. Представители национального корпуса в основном разошлись, а те, что остались, усели свои импровизированные кресла. Сейчас они, вот можно видеть, сидят, греются возле бочки, слушают музыку и уходить не намерены, потому что они назвали свою акцию бессрочной и будут находиться здесь до тех пор, пока банк полностью не прекратит свою работу. Силовиков, правоохранителей стало здесь по сравнению с тем, что было днем, гораздо меньше. Они разъехались. И сейчас по улице Донецка-Харжевского, где находится отделение Сбербанка, уже ездят машины. Возле банка находятся несколько десятков радикально настроенных молодых людей. Примерно столько же полиции, хотя мы видели, что на соседней улице все-таки дежурят автобусы с подкреплением. Но остаемся здесь и мы следить за развитием событий. Студия. Спасибо, Света. Светлана Шекера об акциях возле Сбербанка в Харькове. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг отменила обонплату за газ. Об этом заявил глава этого органа Дмитрий Вовк. Напомню, обонплата за газ предусмотрена законом о рынке газа, который был принят еще в 2015 году с подачи Народного фронта и действующего на тот момент премьера Арсения Яценюка. Кроме того, условия о введении обонплаты содержатся в подписанном Украиной меморандуме МВФ. И выполнить это условие страна должна до конца августа 2017 года. Что касается введения обонплаты, то в блоке Петра Порошенко заверяют, что к этому вопросу придется вернуться. Напомню, за нее в апреле 2015 года проголосовали народные депутаты. Тогда закон набрал 290 голосов. И все присутствующие на заседании, в том числе и Народный фронт, и радикалы поддержали этот документ. А сегодня, по сути, эти же фракции громче всех критикуют то, за что проголосовали 2 года назад. Все фракции парламенту голосовали за закон про рынок природного газа. За него голосовали и самопомощь, и Батьківщина, и радикальная партия Олега Ляшка. И там чётко написано, чорным по белому, что должна быть введена обонплата за газ. Поэтому в этом решении, прежде всего, мы выполним закон. Но это решение социально значимое. Поэтому, когда говорится о социально значимые решения такого уровня, они не имеют никакого шанса быть приняты без, первое, широкого обговорения с общественностью, широкого обговорения в парламенте и широкого обговорения с людьми. Потому что ключевое – это защит людей. Те решения, которые будут в дальнейшем приниматься, должны привести к тому, что цена, которую гражданин Украины сплачивает за газ, враховывая транспортирование, должна быть ставкой. То есть сегодня есть одна сумма, такая же сумма должна остаться и в дальнейшем. Это главное вопрос. Больше того, это выходит законодательная норма, что регулирование достаточно цены на газ как раз урядом Украины. Поэтому я уверен, что такие решения будут приняты и НКРКП. Цена для населения остается той же самой. Просто будет два платежи – за газ и за транспортирование. 70 страниц плагиата нашли в научной работе бывшего премьера Арсения Яценюка. Об этом заявила доктор философских наук Татьяна Пархоменко. Она утверждает, что 40 страниц своей диссертации Яценюк просто скопировал, при этом не указав настоящего автора. Также экс-премьер нарушил правила цитирования при переводе. Такая оплошность уже вызвала бурную реакцию в соцсетях, в частности на своей странице в Фейсбук депутат Сергей Каплин заявил, что подал заявление в полицию с просьбой проверить, действительно ли Яценюк списал свою научную работу. По словам народного избранника, именно после защиты этой докторской диссертации Арсений Петрович получил кресло замглавы Национального банка Украины. Штаб так называемой ДНР. Такая надпись сегодня появилась перед центральным входом в Министерство внутренних дел. Протестующие требовали отставки Арсена Авакова и команды спецроты полиции Донецкой области Юрия Голубана. В результате мирная акция превратилась в побоище с задержанием. Все подробности узнаем от Александра Васильченко. На акцию протеста под стенами МВД собралось не более 20 человек. Требование отставка Авакова и полковника нацполиции Юрия Голубана, которого обвиняют в сотрудничестве с боевиками ДНР. На днях в интернете появилось видео, где человек, похожий на Голубана, фигурирует в рядах батальона «Восток». Аваков встал на защиту подчиненного, заявив, видео смонтированное. Сам Голубан утверждает, материал снят на учениях еще до начала АТО. Тем временем, боевики ДНР подтвердили сотрудничество с Голубаном и назвали его перебежчиком. Участники акции считают, необходимо во всем основательно разобраться. На требования активистов встретиться с Аваковым никто не отреагировал. Тогда на асфальте красным цветом они сделали надпись «Штаб ДНР». Такая же аббревиатура появилась и на адресной табличке министерства. Это спровоцировало первое столкновение с полицейскими. Тем временем по ту сторону забора за ситуацией в сопровождении 20 автоматчиков наблюдал советник Авакова Илья Кива. После неудачной попытки задержания активистов к зданию подъехал автобус со спецназом. Протестующих взяли в кольцо. Что вы роботом? А-а-а! 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 Такой же, как голубан и оброзит. И ты тоже уйдешь рано или полно. А садик-то берут туда. Только садик-то. Аборционисты, они на предателях. Вот смотри. Придет время, когда я сниму погоны. Какие погоны? Я делаю все в том, что пойду сейчас напишу рапорт и сделаю все то, что я могу сделать. Деятельность министра внутренних дел сегодня активно обсуждали нардепы. Парламентарии считают, к работе Авакова есть очень много вопросов. Мы не имеем ответственности на вопрос, кто был в Верховной Раде. На подлозе сессийной зали стояла нога милитаризованных людей. Мы не имеем ответственности от МВС и от СБУ. Кто эти люди, которые в полном оборудовании, без належных познавательных знаков, сьогодние борются против людей? Это вопрос до МВС. Напомним, Юрий Голубан стал известен после выступления с трибуны Рады, где жаловался на организаторов торговой блокады на Донбассе. После этого Игорь Луценко обвинил его в убийстве украинских военных под Карловкой. Александр Васильченко, Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер. Повышенные пенсии уже в октябре. Об этом заявил премьер-министр Украины во время посещения правительственного контактного центра. Гройсман пообщался с дозвонившимися на горячую линию и ответил на их вопросы. Обсуждали и выплату зарплаты, и ситуацию на Востоке, и оплату газа. Комментируя тарифы, премьер подчеркнул, что рост протяжей за газ для населения недопустим. И прямо сейчас в администрации президента проходит заседание фракции БПП с участием Петра Порошенко и Владимира Гройсмана. И там же находится моя коллега Анна Каменева. Она с нами на связи. Аня, добрый вечер. Расскажи, обсуждали ли на фракции отставку главы Нацбанка и назвали ли каких-то кандидатов на это место? Здравствуй, Наталья. Начну с того, что еще до начала заседания фракции депутаты сами заявляли, что толком не знают, какая сегодня у них повестка дня. Рассказали, что об участии президента, например, узнали только сегодня, но не исключали, что будут обсуждать кадровые вопросы, в частности, заявленную отставку главы фонда госимущества Игоря Белоуса и главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. О кандидатурах сами депутаты не знают. Пока строят лишь догадки, кого можно было бы назначить на должность главы Нацбанка. Продолжение следует... Ну, есть много у нас знатных фаховцев банковской справы, поэтому я думаю, что будет очень много. Ну, Богдан Данилишин, на мой взгляд. Пригласили на заседание фракции также и премьер-министр Владимира Гройсена. Изначально хотели с ним поговорить о введении аванплаты на газ, но так как НКРЕ сегодня приостановило это решение, у депутатов есть и другие вопросы. К примеру, в частности, говорят, что будут обсуждать с ним отчет правительства за год работы. Парламентарии уверены, что в сессионном зале с трибуны парламента премьер будет отчитываться уже после майских праздников. А сегодня у них есть вопросы и об экономике, и пенсионной реформе, и медицинской реформе. Кстати, на заседание пришла сегодня и исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. К ней у депутатов тоже много вопросов. Мы встречаемся с фракцией, будем с ними общаться о законопроекте, потому что уже их зареєстрували в Верховной Раде и будем презентовать. Мы уже на этом году хотим, чтобы финансирование на первой ланце изменилось, на эту систему, эти деньги идут за пациентом. Я думаю, как мы сможем эти законопроекты, которые мы подаем до конца этой сессии, как мы сможем их принять через Верховную Раду, то мы сможем суттево изменить систему охраны здоровья в Украине на лучшее. Начиная с того, когда будут подтверждены номенклатуры по закуплениям 2016 года. Если говорить о забезпечении гражданами лекарствами, на которые страна выделила в прошлом году 4 миллиарда гривен. Эти деньги еще в минулом году, в листопаде месяце, были переведены нашим Кабинетом Министром на закордонные рахунки в американских банках. И они там находятся. А в тот момент, когда люди помирают без леков, Минздрав еще не вырешил, что им купить. Напомню, Ульяну Супрун единственная в этом составе правительства, исполняющая обязанности министра. Уже более года главу Минздрава никак не могут назначить. Депутаты не исключают, что будут поднимать и этот вопрос сегодня на заседании. Но заседание фракции все еще продолжается. Некоторые депутаты уже успели покинуть здание администрации президента. Несколько слов сказали и нам. Рассказали, что пока кадровые вопросы и возможных кандидатур на заседание не обсуждали. А большую часть посвятили именно медицине и экономике. Спасибо, Аня. Анна Каменева отслеживает заседание президентской фракции, которое проходит прямо в эти минуты на Банковой. Европейский парламент предлагает провести переговоры по возвращению Крыма в новом формате. Об этом заявил глава комитета по иностранным делам Дэвид Макалистер и глава делегации Европарламента Дарью Шрасати после визита в Украину. В то же время европейские политики продолжают считать, что минский процесс остается единственным доступным путем мирного возвращения оккупированных территорий Донбасса под контроль Украины. Боевики 28 раз обстреляли позиции ВСУ с начала этих суток. Двое украинских военных ранены, об этом сообщают в пресс-центре штаба АТО. Ожесточенные бои продолжаются почти по всей линии разграничения. Все подробности узнаем от Станислава Кухарчука. Весенние трели птиц как-то даже не вписываются в военный пейзаж поселка Пески. Но разрушенные здания и стрельба на окраине напоминают, здесь проходит линия фронта. До войны поселок был процветающим пригородом Донецка. Из двух с половиной тысяч местных жителей здесь осталось чуть больше десяти. Подразделение десантника Дмитрия уже несколько месяцев держит оборону в Песках. Это до большого кто? Люди по хилому веку, которые выехали. Мы, в принципе, и не видим. Вот так перемирие. Перестрелки ведутся круглосуточно. Буквально за полчаса до нашего приезда наемники накрыли минометами соседнюю позицию. До перемирия, говорит Дмитрий, даже выкатывали танки на прямую наводку. С того, что последним временем наиболее разгромлено, это именно церковь. Что-то так выходит, что церковь у них была основной направленность, куда их танк работал. С позиции на позицию в этом районе приходится передвигаться в бронированной машине. Все улицы в поселке простреливаются боевиками. Режим прекращения огня здесь не действовал ни дня, уверяет Сергей. Начало перемирия десантник встретил в госпитале, залечивая уже третье ранение за эту войну. С первого квитня я перебывал в военно-медичном госпитале, в городе Покровск. И тогда привезли 9,3-х, это направление Марьянка в Диев-Копецки. За 10 дней перемирия уже 6 десантников получили ранения. Ответный огонь бойцы без приказа не открывают, но оружие всегда держат на готове. Бой здесь может начаться в любую секунду. Поселок под перекрестным огнем противника. В основном боевики бьют со стороны развалин Донецкого аэропорта. Ответный огонь бойцы имеют право открыть только в случае опасности для жизни. Станислав Кухарчук, Вадим Ревун, Владимир Малахов. Подробности телеканал Интер с Донецкой области. Министр иностранных дел Большой Семерки объединяется против России. Дипломаты собрались на двухдневный саммит, чтобы определиться с тезисами для Москвы. Кто же поедет в Белокаменную и кто уже отказался туда ехать, узнаем от нашего европейского САПКОРа Оксаны Кундеренко. Центральная фигура саммита министров иностранных дел G7, безусловно, Рекс Тилерсон, американский госсекретарь, в итальянской Тоскане попытается убедить коллег-дипломатов быть категоричными, чтобы заставить Москву перестать спонсировать режим Асада в Сирии. Мы снова и снова вспоминаем тех, кто совершил ужасные преступления против невинных людей в любой точке мира. После Италии Тилерсон отправится прямиком в Москву, где сегодня по плану должен был находиться вот этот министр иностранных дел, британский. Борис Джонсон свой визит в Россию отменил, чем вызвал недовольство Сергея Лаврова. Дескать, свое международное влияние британцы потеряли. Мы сигнализируем России, что у нее есть выбор, она должна оставаться в стороне от токсичного режима, который отравляет ее репутацию, или присоединиться к остальному миру и найти политическое решение проблемы. Джонсон настаивает на дополнительных санкциях против России после недавней химатаки в Сирии. И если США и Великобритания в сложных вопросах союзники, то остальных участников встречи в верхах убедить будет непросто. По крайней мере, об этом свидетельствует опыт принятия предыдущих решений по Асаду. На саммите министров Большой Семерки в Италии Украина тоже на повестке дня. Ситуация на Донбассе остается напряженной, и Россия в любой момент может способствовать эскалации конфликта, чтобы отвлечь внимание от Сирии и показать, что в самой Европе до сих пор остаются горячие точки. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. После встречи министров иностранных дел Большой Семерки Рекс Тилерсон посетит Москву. В Кремле уже заявили, что встречи с президентом России не будет. Однако Тилерсон проведет переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Это будет первый визит госсекретаря США в Москву, и пройдет он на фоне обострения отношений между Соединенными Штатами и Россией. Всплеск популярности. Рейтинг Дональда Трампа впервые с момента избрания рванул вверх. Почему и решится ли он на новую операцию в Сирии? Дмитрий Анопченко об этом подробнее. Он в Вашингтоне. Его рейтинг падал катастрофически. По стране, те, кто в ходе избирательной гонки были на стороне Клинтон и Трампа, ставшего президентом, по-прежнему не поддерживали. Вторая половина, те, кто хоть и голосовал за, но стал в нем разочаровываться. И лишь события в Сирии спутали карты социологам. Авторитетный институт Гэллопа сегодня сообщил, сразу после принятия решений о нанесении ударов по авиабазе в Сирии, поддержка Трампа стремительно выросла. Рейтинг увеличился с 35 до 43 процентов. Каждое двое из трех американцев поддерживают использование силы. Вот только новой военной операции не хотят. Как бывший телеведущий, Трамп явно обращает внимание на цифры и рейтинги. Вот только в масштабах страны все куда сложнее, чем в телешоу. Рост популярности, возможно, заставит его и дальше быть спонтанным. Не обсуждать последующие шаги месяцами, публично, как Обама, а действовать жестко и неожиданно, как сейчас в Сирии. А вот от новых военных операций вряд ли даже результаты соцопросов уберегут. Так в интервью Fox News генерал Макмастер, новый советник по национальной безопасности, признался, Вашингтон готов к новым операциям против Дамаска. Наша цель – остановить продолжающееся применение химического оружия, чему есть доказательства, и мы готовы сделать больше. Какие именно доказательства, пояснила журналистам один из ключевых дипломатов страны, Ники Хейли. В интервью CNN она заявила, разведка предъявила президенту четкие факты причастности Асада к применению химоружия. Правда, данные засекречены. Нам рассказывали о доказательствах, нам показывали доказательства, президент видел доказательства. Все они, разумеется, засекречены. И я уверена, что когда смогут рассекретить их, то это сделают. И еще один немаловажный момент выяснила сегодня пресса. Оказалось, что на использование военной силы в Сирии президента Трампа уговорила, кто бы вы думали, его дочь Иванка, роль которой в новой администрации многие считали чисто номинальной. Европейские дипломаты якобы сообщили в своей столице, президент был глубоко потрясен тем, что увидел по телевизору в новостях о химатаках. Но на жестком ответе настояла именно Иванка Трамп, и отец к ней прислушался. А еще в прессе активно обсуждают тему возможных новых санкций против России и Ирана за поддержку Сирии. Каких именно, пока еще обсуждается. И будет зависеть от того, как пройдут переговоры в Москве нового госсекретаря Рекса Тилешсона. Начнутся они уже завтра. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Синайское напряжение. Беспрецедентную кампанию по борьбе с терроризмом после двух взрывов в церквях развернули власти Египта. На улицах городов появилась бронетехника, а правительство объявило о введении чрезвычайного положения. Сколько оно продлится, узнаем от Сергея Ауслендера. В Египте объявлен трехдневный национальный траур по жертвам терактов, которые произошли накануне. Террористы-смертники подорвались в христианских церквях в городах Танты и Александрия. Египетские христиане-копты – давняя излюбленная мишень для террористов. А тут теракты произошли еще и в вербное воскресенье, в самый разгар пасхальных праздников, когда в храмах было много людей, больше 40 человек убиты и около сотни ранены. Сразу после взрывов египетские власти начали массовые облавы на исламистов. В крупных городах арестованы сотни активистов подобных организаций. Каир объявил о введении чрезвычайного положения. На улицах появилась бронетехника. Предприняты несколько шагов. Самый первый – мы объявляем в государстве чрезвычайное положение на три месяца после совершения необходимых конституционных процедур. Мы вводим этот режим исключительно для защиты государства, чтобы предотвратить любую агрессию. Ответственность за теракты взяло на себя исламское государство, которое ведет уже практически открытую войну с властями Египта. Основные события разворачиваются на Синайском полуострове, где египетская армия ведет с боевиками халифата фактически полномасштабные боевые действия с применением авиации и танков. В связи с обострением обстановки в соседней стране, израильские власти закрыли границу с Египтом и призывают своих граждан, которые сейчас отдыхают в египетских отелях на Синае, немедленно вернуться домой. Есть оперативная информация, что террористы готовят новые нападения уже на туристов. Кроме того, сегодня территория Израиля была обстрелена с Синайского полуострова ракетами. Ответственность за это опять взяли на себя террористы халифата, но никто не пострадал и пока ответных действий Израиль не предпринимал. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности и вот что у нас во второй части. Аллея раздора, что одесситы не поделили у памятника неизвестному солдату. Лучше позже суд начал рассматривать дело о гибели людей на мусорном полигоне в Грибовичах. Одесса отмечает день освобождения города от нацистских захватчиков. Сегодня здесь вспоминают, что произошло 10 апреля 1944 года. Подробнее мои коллеги. С утра жители Одессы несут цветы к мемориалу Крылья Победы. Вспоминают тех, кто отдал жизнь за освобождение города в 44-м. Здесь и ветераны, очевидцы тех военных лет. Для нас этот праздник 10 апреля. Это есть святой праздник, как и пасхальный праздник. Именно праздник освобождения города-героя Одессы. Одесса освобождали войска 3-го Украинского фронта под командованием одессита маршала Родиона Малиновского. Эта операция призвана одной из самых блестящих во Второй мировой. Это единственная операция, которая проводилась в городских условиях без применения артиллерии и авиации. Чтобы в Одессе не пострадало ни одно здание, поэтому бралось чисто пехотой и моряками. В специальной годовщине на улице Преображенской активисты восстановили мемориальную плиту на памятнике маршалу Малиновскому. Месяц назад ее демонтировали вандалы. Собрав деньги, мы решили делать новую доску. Но, к счастью, нашлась старая доска на металломе, ее сдали на металлом. Она была поломана в ужасном состоянии, ее пришлось восстанавливать. Часть средств на эти работы и на реставрацию самого памятника выделили представители оппозиционного блока. Сегодня они также были на торжествах. Поздравляли фронтовиков. Огромное спасибо ветеранам за то, что они сегодня здесь, долгих-долгих летом жизни. Тем, кто не дожил до сегодняшнего дня, вечная память. Я думаю, что мы должны сделать все для того, чтобы подвиг наших ветеранов навечно оставался в сердцах наших сограждан. Ранее, ко дню освобождения Одессы, оппозиционный блок провел акцию «Платок памяти». Это символ мира, сшитый из кусочков ткани, на которых одесситы писали воспоминания о героическом прошлом деда фронтовиков и пожелания мира потомкам. Затем все собрались на Аллее Славы и сняли памятный видеоролик. И в это же время, в другом памятном месте города, на Аллее Славы, массовые беспорядки. Все началось утром, когда горожане возлагали цветы к памятнику неизвестному матросу. В какой-то момент к мемориалу пришли сторонники антимайдановской идеологии. Здесь же за ними внимательно наблюдали их оппоненты из числа молодежных радикальных организаций. Сначала обе стороны провоцировали друг друга оскорбительными репликами, затем словесные перепалки переросли в потасовку. Как заявили правоохранители, им удалось погасить конфликт. Со стороны же это выглядело как стычка между активистами и полицейскими. Славики задержали 16 человек и практически сразу же их отпустили. В полиции говорят, что действия их подпадают под статью «Хулиганство». Составлено 5 административных протоколов. Помимо этого, открыто уголовное производство по статье 296, часть 2 Уголовного кодекса Украины. Проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия. Не обошлось без скандала и в соседнем Николаеве в отчине губернатора Алексея Савченко, который прославился своими ошибками во время отборочного конкурса на кресло главы обл. администрации. Сегодня суд отказался взять под стражу экс-руководителя местного облздрава Маргариту Капусту. Прокуратура подозревает чиновницу в коррупционных схемах закупки инсулина и препаратов для гемодиализа в 2015-2016 годах. Кто же вступился в суде за чиновницу, узнаем от Кирилла Ющишина. Маргарите Капусте объявили о подозрении после двухдневного обыска в Николаевском облздраве. В прокуратуре, говорят, нашли достаточно доказательств того, что руководство наживалось на закупках препаратов. Прокуратура попросила суд взять экс-руководителя под стражу. В зале суда традиционно собрались две группы людей. Одни за Капусту, другие против. Я пришла защитить как человека, как хорошего человека, как маму, как женщину. Более беспредела поборов свинского чудовищного отношения к пациентам не было никогда. Это только одна из схем, там их сотни. Если бы копнуть реально. Маргарита Капуста общение с прессой избегает. Обвинение прокуратуры не комментирует. Я не буду ничего говорить. Ты не хочешь, ты не хочешь, ты не хочешь. Я не хочу. Пришел на заседание суда и народный депутат Тарас Кремень от Народного фронта. Как, впрочем, и остальные фигуранты этой коррупционной схемы. Фронтовик заступился за подозреваемую. Я предлагаю суду позволить взять Маргариту Капусту на полу. Реакция на подобное предложение не заставила себя ждать. Антикоррупционеры, за словом, в карман не полезли. Ганьба Народному фронту! Ганьба Народному фронту! Ганьба! Ганьба! Вы политические трупы! Народный фронт, используя свои, скажем так, ресурсы, стаканчики, пытается прикрыть капусту. Но поручительство экс-главе облздрава не понадобилось. Суд избрал для нее самую легкую меру пресечения. Обязал каждый вторник являться в прокуратуру, запретил общаться со свидетелями по делу и выезжать за рубеж. Сдать на зберегание до соответственных органов державной влады свой паспорт, паспорты для выезда за кордон. Пока остается тайной, какую роль в этой коррупционной истории играли другие чиновники облгосадминистрации. Ведь изначально заявление о вмешательстве в тендерную процедуру закупки медпрепаратов поступило на замгубернатора по социальным вопросам Оксану Янышевскую. И уже в ходе проверки следствие вышло на капусту. Но пока по громкому делу Янышевская проходит только как свидетель. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, телеканал Интерн, Николаев. И все же он стартовал. Это о судебном процессе по трагедии в Грибовичах. Напомню, в мае прошлого года на полигоне во Львовской области произошел пожар и обвал. Лавина мусора тогда накрыла троих спасателей. Все они погибли. Тело еще одного человека, сотрудника коммунальной службы, так и не нашли. Расследование это продолжалось почти год. Но и после передачи материалов в суд начало процесса трижды переносили. Больше узнаем от Галины Якушко. С третьей попытки начинается судебное заседание по делу трагедии в Грибовичах. В предыдущие два раза заседание провести не удалось. То электричество пропадало, то не все участники процесса приходили. Сегодня на скамье подсудимых сразу трое. Эх, начальник предприятия, которое обслуживало полигон, его зам и бывший директор полигона. Горбаля, Куприча и Плашенко обвиняют в служебной халатности, из-за которой погибли три человека во время тушения пожара на полигоне, а также в нарушении норм экологической безопасности. Не хватает только представителей предприятия, которые обслуживают полигоны, и тоже участники процесса. Но и на этот раз уже традиционно прогуливают заседание. А ведь именно коммунальному предприятию семьи погибших спасателей предъявили иски о компенсации морального ущерба. Прокурор зачитывает обвинения. Дело просит приобщить еще несколько томов с доказательствами. Судебный процесс обещает быть долгим. Пристоит допросить десятки свидетелей, в том числе Андрея Садового. Когда именно львовский мэр появится в зале суда, пока неизвестно. Следующее заседание назначили на 26 апреля. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телекану Интер Львовская область. В Норвегии повысили уровень террористической угрозы. Накануне по делу о подготовке теракта в центре Осло полиция задержала 17-летнего россиянина. По версии правоохранителей, именно он заложил самодельное взрывное устройство под одним из мостов. Кроме этого, норвежские спецслужбы проверяют связь задержанного с террористом, протаранившим толпу в Стокгольме. С погибшими под колесами грузовика простились в Швеции. В прошлую пятницу преступник направил машину в толпу пешеходов. Погибли 4 человека, в том числе 11-летняя девочка. 15 человек получили ранения, двое из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Злоумышленник, 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов вскоре был задержан полицией и признался, что умышленно совершил это преступление. Больше не в тройке лидеров это кандидате в президенты Франции Франсуа Фионе. Последние соцопросы показали, что после дебатов на предыдущей неделе стремительно выросли рейтинги крайне левого Жан-Люка Меланшона. Это еще один противник Евросоюза. Каковы шансы у него победить фаворита проевропейского Эммануэля Макрона узнаем от Елены Абрамовича. Главное в французской политике быть мастером ораторского искусства. В крайней мере такое впечатление складывается, если следить за настроениями избирателей. Больше всего на рейтинги влияют дебаты. Кто из кандидатов в президенты отличился красноречием, тот и попадает в топу и на обложке газет. Сенсазой понедельника стал Жан-Люк Меланшон. После победы на дебатах 4 апреля он поднялся на третье место. Согласно соцопросам недели. Он цитирует Карла Маркса, любит рассказывать о том, что Парижу нужна независимость от Брюсселя. И даже повторяет обещания своей конкурентки Марин Ле Пен о выходе страны из ЕС. Но в то же время называет Ле Пен угрозой для Франции. Если тут собралось так много людей, значит они знают, в какой критической ситуации мы находимся. Между крайне правым кандидатом, который хочет этнической чистой нации, и слугами мешка с деньгами, которые ему подконтрольны и хотят уничтожить государственные и общественные службы. Для Меланшона это не первая президентская гонка. В 2012 он занял четвертое место, набрав 11% голосов. Сейчас за него готовы отдать голоса 18% избирателей. Это всего на 1% больше, чем Франсуа Фиону, который тоже полгода назад высоко взлетел благодаря дебатам. Но коррупционный скандал ослабил его позиции. Теперь главная лидер гонки, яра националистка Марин Ле Пен и проевропейски настроенный Эммануэль Макрон. Если для первой Меланшон действительно может стать конкурентом, то Макрона ему не удастся обогнать, уверяют социологи. Макрон очень отличается от всех других кандидатов. Самый молодой, самый проевропейски настроенный. А еще, как он сам подчеркнул, не очарован нынешней Россией. Кандидат от ультраправых, кандидат от скандалов среди ультраправых, кандидат от левых коммунистов. Все три очарованы господином Путиным. Лидером, который не разделяет наши ценности и не проявил чувство ответственности в крупных международных конфликтах. До выборов осталось две недели. Впрочем, одним туром эта борьба вряд ли закончится. На чьей же стороне французы, еврооптимистов или евроскептиков, станет известно уже после второго раунда, 7 мая. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Что сделал с кладом счастливчик из Великобритании и за что сняли с эфира популярную ведущую в Австралии? Об этом не только в нашем обзоре. Слитки золота стоимостью более 2 миллионов долларов нашел коллекционер военной техники из Британии. Клад был в топливном баке танка времен войны в Персидском заливе. Ник Мид купил боевую машину на онлайн-аукционе за 37 тысяч долларов. Наткнулся на золото, когда разбирал танк. Мид считает, драгоценности спрятали в баке иракские солдаты-мародеры во время войны в Кувейте. Британец сдал клад в полицию. Настоящие эмоции в прямом эфире увидели австралийские телезрители. Ведущая Наташа Экзельбери должна была представить рубрику спорта после рекламной паузы. Но прозевала момент. А когда поняла, что уже в прямом эфире, то не на шутку испугалась. История закончилась не очень хорошо. Популярную Экзельбери сняли с эфира. Зрители просят ее вернуть и все простить. Жуткая история на индийском ТВ. Там ведущая узнала о гибели мужа и своего же сообщения. Во время утреннего выпуска 28-летняя Саприт Каур читала экстренную новость об аварии. По марке, авто и маршруту поняла, что речь идет о ее муже. Каур дочитала новость. Расплакалась только, когда перезвонила корреспонденту и уточнила все детали ДТП. Бассейн с прозрачным дном на высоте 150 метров построили в Техасе. Главная особенность конструкции – большая часть резервуара выходит за пределы крыши небоскреба. Получается, бассейн свисает над землей. Посетители ходят по дну и видят все, что происходит на улице с высоты 42-го этажа. Прозрачное дно и стены сделаны из органического стекла толщиной 20 сантиметров. Это все на сегодня. Хороших вам новостей, легкой недели. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова